Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Завтра была война. В Анапе прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби. Напряжение в прямом и переносном смысле. Проблемы с энергоснабжением. Причины и следствия выясняла наша съемочная группа. Поздравляем юбиляра. 90 лет сегодня исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Васильевичу Ишкову. Торжественным, трогательным и полным светлой печали стал митинг, который состоял сегодня утром на мемориале у братской могилы советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на старом кладбище Анапы. Жители города воинской славы от мала до велика пришли сюда, чтобы вместе вспомнить о дате, оставившей глубокий шрам в сердце каждого, дне памяти и скорби. Ветераны войны, воспитанники кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, анапчане с портретами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, настоящий бессмертный полк. Все, замершим от волнения сердцем, слушали выступления диктора. Волнительным и ярким фрагментом мероприятия стали прозвучавшие воспоминания анапчан о своих отцах, дедах и прадедах, не вернувшихся с полей сражений. О подвигах прадедушки мне рассказывала моя бабушка Федорова Татьяна Валентиновна. Когда у меня будут дети, я им тоже буду рассказывать о героизме прадедушки. Когда звучали слова выступающих, в воздухе стояла невероятная тишина. Чем дальше нас отделяет время от тех страшных событий, от великого подвига советского народа, тем четче и правдивее становится история Великой Отечественной войны. Сегодня все меньше остается рядом с нами людей, которые были живыми свидетелями тех событий. Конечно же, поверьте, я говорю совершенно искренне, мне хотелось бы, чтобы и сегодня заработала программа «Дети войны», и мы почитали тех людей, и отдавали им заслуженную дань уважения за тот подвиг, который они тоже совершили. Потому что жить в то время, не трудясь на победу, наверное, было невозможно. Да не наверное, а так оно и есть. И сегодня, находясь на этом святом для анапчан месте, я хочу пожелать всем, чтобы эта война была последней страшной войной для нашего государства. Также Сергей Павлович призвал всех анапчан. Возьмите детей, возьмите внуков, приведите их к этим памятникам и расскажите хотя бы в двух словах, до чего и ради чего они установлены. Продолжил митинг председатель совета Леонид Кочетов. Каждую семью коснулось это несчастье. Война прокатилась огненным катком по всей нашей России, а Анапу практически изутюжила. Наверное, в каждом населенном пункте есть памятник, обелиск или братская могила, посвященная защитникам нашего Отечества. Вечная память и вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов тоже нашел очень верные и трепетные слова. 22 июня самый скорбный день для каждого из нас, для нашей страны, потерявшей около 27 миллионов своих сыновей и дочерей. Многие приписывали себе от года до нескольких лет, чтобы уйти на фронт. Мы помним, скорбим и мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов. От лица юного поколения выступил специалист Центра Ратмир Михаил Косимян. Как молодому человеку мне очень сильно повезло в свое время пообщаться со своим прадедушкой. И узнать от его уст всю эту историю. Не из учебников истории, а лично от моего прадеда. Уже 15 лет как его нету, но я признаюсь честно вам, в моем сердце и в сердце моих родителей огромный шрам. Потому что нам этого не забыть. И мы это перенесем через всю свою жизнь и передадим своим детям и внукам. Ровно в 9.30 началась сякубанская минута молчания. На 60 секунд остановилось движение транспорта. Работа учреждений, организаций, автомобилисты подали звуковые сигналы. В знак бесконечного уважения к подвигу, который всегда будет жить в сердцах поколений, к мемориалу был возложен венок памяти от благодарных анапчан. Цветы от анапского местного отделения политической партии «Единая Россия», профсоюзных организаций и всех желающих. В преддверии Дня памяти и скорби около стелы город воинской славы прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В канун годовщины начала Великой Отечественной войны анапчане вспомнили десятки миллионов павших за Великую Победу. На митинге присутствовали председатели Анапского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Гапонов, представители краевой организации «Герои Отечества» Олег Пухкалов и неравнодушная молодежь. Из зажженных свечей перед стелой выложили слово «Помним». «22 июня – самый скорбный день для нашей страны и для каждого из нас. Ваши прадеды, деды полегли за то, что мы жили, любили, улыбались. Наша страна победила, потому что жила дружной, единой семьей». Зажжение свечи накануне 22 июня – это традиция живой памяти о Великой войне. В свершении митингов память обо всех погибших к стеле город воинской славы возложили цветы. А в сквере боевой славы тем же вечером анапские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Завтра была война», приуроченной ко дню памяти и скорби. У мемориала вечный огонь с зажженными свечами в руках собрались сотрудники полиции, чтобы почтить память павших во имя Великой Победы. «Население всех городов, поселков, сел, населенных пунктов поднялось на борьбу с фашизмом. В этой войне погибли миллионы, десятки миллионов наших сограждан. В тылу, на фронте, от мала до велика сражались все для того, чтобы победить фашизм. Для того, чтобы мы с вами на этой земле проделись, для того, чтобы мы жили. И наша задача, в частности, сейчас с вами сделать все для того, чтобы то, что произошло 75 лет назад, это страшное событие, не повторилось». Анапские полицейские отдали дань памяти погибшим в годы войны минуты молчания. К мемориалу возложили свечи и цветочные корзины. В ночь с 21 на 22 июня в России загорелось 27 миллионов свечей. Именно столько жизни унесла самая страшная война в истории человечества. Сегодня в 4 утра на старом городском кладбище у братской могилы по инициативе православной молодежи состоялся традиционный митинг и панихида – молитвенное поминовение погибших воинов, защитников Отечества. Собравшиеся почтили память павших минуты молчания. Затем прошла поминальная панихида. В богослужении приняли участие жители и гости города-курорта – школьники, студенты, курсанты Института береговой охраны, прихожане анапских храмов, родители с детьми, а также представители молодежного совета при главе Анапы и Центра патриотического воспитания молодежи Ратмир. От лица молодежи диакон Илья Карпенко поблагодарил всех пришедших в ранний час, чтобы почтить память тех, кого 75 лет назад в это же время разбудила война. Сегодня Дмитрию Васильевичу Ишкову, участнику Великой Отечественной войны, исполнилось 90 лет. Поздравить ветерана пришли представители городской администрации, совета депутатов и юные анапчане. Дорогой Дмитрий Васильевич, поздравляю вас с любви. Спасибо вам за мирное небо и днеский вам поклон. Днём рождения, дедушка. Спасибо, спасибо, спасибо. Дай Бог вам здоровья. И самое главное, не ленитесь, учитесь, потому что все учёные умные люди становятся, понимаешь? Дмитрий Васильевич принимает поздравления от юных анапчана, а также от трёх внуков. Ветерану вручили персональное поздравление президент России, поздравили от имени главы курорта, а также депутата округа Игоря Филимонова. В этот день Дмитрий Васильевич не просто празднует день рождения, но и вспоминает друзей, которых потерял во время войны. Он служил в радиолокационных войсках. В годы Великой Отечественной первые образцы такой техники предупреждали о налётах вражеской авиации. Как жизнь, как сейчас молодёжь, им завидно и открыли, искренне, душевно завидно, что мы воевали не зря, что сейчас жизнь хорошая. Дай Бог им больше не видеть того, что мы видели и что пережили, что ощутили на своих собственных плечах. Плюс полмиллиона, минус напряжение, большое количество отдыхающих и небывалая жара, которая стоит в Анапе последнюю неделю, вот причина участившихся сбоев в энергоснабжении. В нашу редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей города-курорта, в основном на пониженное напряжение в сети. За комментариями мы обратились к представителям энергоснабжающих организаций. 319 тысяч человек приняла Анапа за три недели июня. Вместе с местными жителями население курорта в эти дни составляет более полумиллиона человек. Небывалая жара, которая установилась в Анапе, вынуждает людей сутками гонять кондиционеры. Больше электричества требуется и холодильному оборудованию. В Анапе две энергоснабжающие организации – НЭСК и филиал Кубаниэнерго. В анапских районных электросетях уверяют – к сезону готовились серьезно, но нагрузки потребления достигают пиковых значений. По жалобам населения энергетики стараются принимать оперативные меры. Могу сказать о своей компании. У нас за последнее время никаких ограничений не вводилось. Оборудование работает в нормальном режиме. И к высоким аномальным температурам наша компания готова. Мили трансформаторы на наших центрах питания, обслуживаемые районы города-курорта Анапы. Меняли сети, голый провод на СИП, увеличили количество трансформаторов, увеличили мощность трансформаторов, меняли провода высокого напряжения с обычных на высокотемпературные, как раз в целях того, чтобы проходить абсолютно нормально, без сбоев в рабочем режиме этот курортный сезон. Что он пока и показывает. Серьезных аварий у нас нету, нарушений в работе оборудования нету. Поэтому, уверен, что в дальнейшем их не будет, и сезон не пройдет без сбоев. В разговоре с корреспондентом нашей телерадиокомпании начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Сергей Семерков уверил, что сложившаяся ситуация с электроснабжением непростая, но не выходящая за рамки штатных. Службы города готовы к устранению сбоев в работе энергосистем. И к другим темам. Лучшие юные изобретатели и рационализаторы из числа участников специальной конференции, которая пройдет завтра в Государственной Думе, получат возможность приехать во Всероссийский детский центр «Смена». Как сообщают в пресс-службе детского центра, здесь они познакомятся с ведущими изобретателями страны, пополнят багаж знаний и обменяются опытом. На третьей Всероссийской ежегодной конференции юные техники и изобретатели свои проекты представят 240 ребят из 61 региона страны. Среди них победители фестиваля науки, прошедшего на базе центра «Смена» весной этого года. Награждать победители будут депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководители государственных корпораций и другие эксперты. Долгожданное лето в Анапе заявило о себе аномально высокими показателями температуры воздуха. Ждать ли спада жары или готовиться к дальнейшим температурным рекордам, мы узнали у главного синоптика края. Мы ожидаем, что по территории края будут сохраняться достаточно высокие температуры, усилится юго-восточный ветер. Особенно это касается региона Черноморского побережья, от Джугги до Тамани и Азовского побережья. Там мы прогнозируем ветер до 12-15 метров в секунду, а в районе Новороссийска порывы до 20-23 метров в секунду. С усилением ветра, да, температурный фон несколько понизится, ослабеет. К концу этой недели мы рассчитываем, что через территорию края будет проходить фронтальный раздел, который несколько собьет все-таки экстремальную жару, но температуры ниже 30 все-таки, скорее всего, опускаться не будут. То есть температуры понизятся до 32-34 градусов, но будут оставаться достаточно высокие, ближе к планке максимальных температур, зарегистрированных в нашем регионе для этого периода времени. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...